Называется доклад, как авангард стал неофициальным, но на самом деле я сделал некую пробежку от первого авангара 20-х годов до уже некоторых явлений так называемого неофициального искусства в позе советского и попробую задаться вопросами о том, есть ли какие-то линии преемственности, что радикально изменилось и так далее. И да, я буду обращаться часто с каким-то довольно известным произведением, но может быть пытаться как-то поместить их в какой-то контекст, относительно привычный в чем-то. Если начинать с такой очень общей постановки вопроса об идеях 20-х годов, задавать некие полюсы напряжения в этом пространстве культурном 20-х годов, то одной из таких линий напряжения будет диалог между идеей общинезового подъема, в том числе культурного, идеей некого самовыражения масс, и с другой стороны некого наоборот организации высказывания, в том числе художественного, по некоторым разработанным сложным интеллектуальным процедурам и научным правилам. Например, то, что в том числе и отстаивали идеологи конструктивизма, и две эти установки не всегда противоречивали друг другу, но находились и на течение 20-х годов сложные на таких директических отношениях. И второй аспект, который соотносится с этими координатами, с одной установкой на некую научную организацию общества, а другой установкой на некую политическую низовую организацию, это касается не только культурной политики, в принципе это дихотомия 20-х годов, что марксизм принимался как некая метанаука об обществе, с помощью которой мы можем неким потальным образом организовать все, а с другой стороны была идея низовой демократии, или там, грубо говоря, идея партийной власти и идея власти советов. Конечно, это немножко упрощение сводить одну власть к идее научной, другую идее к низовому, так или иначе. И другая вещь, которая, как ни странно, местами интересно довольно пересекает с этой дихотомией, которую я довольно широко взял, это, можно здесь вспомнить идеи из медиа-теории, из медиологии, такого теоретика Режи Дебре французского, который говорил о двух ключевых регистрах медиа, это регистре передачи и регистре коммуникации. И, собственно говоря, для него человек задается этими двумя, как вообще, понятно, что субъективность человека, в том числе идея некой новой субъективности, задается этими координатами передачи и коммуникации. Что такое для него передача? Передача – это трансляция изентичности, в том числе, из, допустим, от одного поколения к другому. Это что-то, что существует в разрезе диахроническом, и что часто преодолевает границы одного поколения, и что связано с передачей, допустим, знания дальше в будущее. Адресатом это является будущее. И здесь, конечно, передача связана с идеей причастности, неким конструированием причастности, и, конечно, она связана с идеей идентичности, опять же. В то время как коммуникация связана с техроническим разрезом, и с неким, из нее важна, например, обширность охвата аудитории, и сила включения. Сила включения и некая широта включения синхроническая. И понятно, что там такая медиа-теория в духе Маклюна занималась в основном коммуникацией, а передача, вот именно, это уже скорее сделало акцент на ней, там более поздние теоретики, то же самое, Дебрей и так далее. И, ну, в качестве такого примера, где как раз вот сочетаются, на самом деле, и я хочу просто привести несколько разных комбинаций, сочетания вот по этим двум осям и кардинатам, которые я провел, научность и низовое, и передача и коммуникации, и, конечно, в 20-х годах они сочетались в разных сочетаниях. То есть, например, вот мы можем взять такой любопытный пример именно низового самовыражения, которое при этом, естественно, не является автономным от неких структур общественных, структур политических, в которые любой субъект вписан. Это несколько примеров проектов, присланных в качестве вариантов проекта «Мавзолея Ленина». И здесь, конечно, вот это «Мавзолея Ленина» – это один из таких символов конструирования передачи, в каком смысле? Это, собственно, один из способов конструирования идентичности нового советского человека, которые связаны в том числе с поэта, с фигурой Ленина, как символом революции. И важно, что здесь присутствует тема смерти. Это тоже Дебре часто делает важный акцент на том, что передача – это что-то, что пересекает границу смерти. И вообще, одним из первых ритуалов, которые можно связать с темой передачи в Советском Союзе – это красные похороны. В 1905 году, в 1917 году некие специфические ритуалы, которые отталкивались от церковных похорон, но стекуляризировали их. И вот эти вот несколько мавзолеев, которые, конечно, при этом, ну, они используются достаточно архаичным, таким наивным, как казалось бы, странным таким языком, но у них есть удивительное обаяние, конечно, при этом в этих… То есть, с точки зрения каких-то атаксальных авагардистов, вроде конструктивистов, это плохой вкус. И вот здесь уже просматривается конфликт, конечно, который в 20-х годах существовал. Но есть некоторые в таком духе реализованные проекты, например, можно вспомнить некоторые проекты памятников Ленину реальных, например, памятник в Нижнем Тагиле, я уже не взял фотографии, но там, где стоит тоже на земном шаре Ленин, и пять книг, на которых стоит земной шар, и там очень длинный статус из Ленина приведены, это памятник тоже 20-х годов, сделанный по проекту местного учителя школьного. Другой пример тоже работающий как с функцией передачи, это институт библиотека ведения на Воробьёвых горах, предполагавшийся имени Ленина, тоже институт, это проект института, сделанный Иваном Леонидовым, и здесь также эта биотека является тоже функцией передачи, но здесь эта функция передачи уже не сводится к некому такому скрепляющему обществу ритуального производства идентичности, а связана с некими идеями знания, и архитектура здесь тоже лицетворяет эту власть научного знания, и она демонстрирует технологические достижения, это там парящая сфера, почти парящая, стеклянная. Но при этом интересно, что, да, Леонидов нам еще будет важно, потому что в конце я буду говорить про архитектора Леонида Павлова, который был один из его учеников, это был не советский архитектор, но при этом надо сказать, что конструктивисты при своей научной организации были заинтересованы в первую очередь все-таки проблемами, на мой взгляд, не столько передачей именно, сколько коммуникации, говоря в терминах Дебре, то есть для них была важна вот это налаживание связей в синхроническом разрезе и некое включение людей в эти цепочки, в том числе объектов и субъектов, людей и машин и так далее, где на самом деле и люди, и объекты оказывались разноправными, то есть человек оказывается неким внешненным субъектом, и к этому здесь можно говорить не только о конструктивистах, но и, допустим, о биомеханике Мейрхольда в этой среде, об институте труда Агастева и так далее, то есть это некие такие сети, связывающие действительно людей и объекты, и вы можете вспомнить первую выставку, где были сформулированы такие установки конструктивизма в экспериментальном уже духе, это выставка об муху в 21-м году в Москве, и уже здесь заявлено некоторые вот эти вот понимания конструктивистами того, что такое конструктивистский объект, это объект, который не замкнут в себе, не автономен, а открыт в включении в некие новые цепочки. Каким образом? Через, например, отношения с внешними силами, то есть эти озвертывающиеся конструкции ротча, которые могут быть сложены и разложены, то есть в них есть доложен некий элемент, опять же, интерактивности и взаимодействия с внешней средой, но еще более интересны в этом смысле конструкции Агансона, о них, например, писала Мария Гав в своей книге «Artist as Producer», где она писала о том, что эти конструкции, которые готовы к тому, чтобы принять на себя воздействие внешних сил и погасить его, это самонапряженная конструкция, так называемая, сделанная из стержней и тросов. Вот, например, вот такая конструкция. Видите, три даже не касающиеся другого стержня, на которых натянуты некие тросы, если вы эту конструкцию выведите из равновесия, внешнего воздействия, она вернется к нему обратно. И любопытно еще, что эти конструкции в принципе не получили никакого применения научного момента при жизни Агансона, но уже после войны, когда были изобретены стальные, выдерживающие высокое напряжение стальные тросы, похожие конструкции стали употребляться в стадии Цеперл Лэб. То есть, на самом деле, здесь также, помимо прочего, преодоления автономии объекта, в смысле его включенности, готовности при включенном некой связи, здесь преодолевается автономия искусства, в том числе границы искусства и науки, границы вообще медиума и его художественного содержания. То есть, все эти установки на преодоление этих оппозиций, исключающих искусство из жизни, оппозиции из культуры из жизни, которые были очень важны для конструктивистов. И естественно, человеческое тело тоже включало здесь в веки некие вот эти цепочки, новые цепочки перестройки быта. Но опять же, вот эта перестройка быта была связана скорее с таким кардинальным разрывом, с предшествующим развитием. И в этом смысле тоже можно сказать про вот этот акцент на коммуникации, а не на передачи. Сейчас на самом деле я сделаю, сначала покажу про политкульт, потом вернусь к этому слайду. Про политкульт, понятно, что был уже доклад про политкульт сделан, но политкульт в том числе, как бы с одной стороны организация низовая, хотя понятно, что заданная некими внешними рамками, но она как раз была связана скорее с этим налаживанием коммуникативных связей в том числе, то есть налаживанием горизонтальных связей. То есть я говорю про то, что здесь были все эти координаты, в 20-х годах встречались в разных сочетаниях. Такой тезис. И опять же, вот эти некие сложные отношения между людей научного знания и низового коммунизма, они, можно встретить их, например, в текстах Андрея Платонова, где вот такая стерильная, правильная наука или идея вообще изобретательства все время оказывается в сложных отношениях с человеческими желаниями, с человеческим телом и так далее. И, в принципе, Платонов был в сложных отношениях, в том числе, с идеями такого радикального леолога в духе Лефа. То есть, на самом деле, понятно, что он им сочувствовал, одновременно у него была некая полемическая позиция по отношению к ним, как и полемическая позиция по отношению к нормальному соцреализму. И вот я показываю кадры из фильма Ларисы Шепетько «Родина электричества». Ведь как раз рассказывается про электричество, поэтому это тоже символ налаживания этих медиальных связей, тоже символ коммуникации, тоже то, чем были очень воодушевлены экоструктивисты, тоже символ такого тотального включения. И одновременно у Платонов все время оказывается вопрос о том, что может быть включено, что не может быть включено, в эту вот сеть такой репрезентаций, какие-то странные анклавы возникают у него внутри революции, там, у нас в Чавенгур, разные темпоральности. Но я не буду сильно вдаваться ситуаций 20-х годов, и мне важна она как некая предыстория. И понятно, что в таком высоком сталинизме, опять же, нет времени обсуждать переход к этому ситуации, я просто-таки создаю некие координаты. Восторожствовала, с одной стороны, эта идея научного знания именно не как знание производящегося, не как знание производящегося по ходу действия и включением никаких новых в него звеньев, сколько некого знания, испускающегося сверху, в том числе идеи государственного планирования, не как какой-то координации, сколько знания, испускающиеся административно из некого центра. И наука, как такая абсолютно доктрина. То есть марксизм превращается не в некое развиваемое знание, а некое знание утвержденное. И во-вторых, действительно, сталинизм поднял на свой флаг, в том числе, функцию передачи. Потому что, действительно, он уловил некую потребность народную, можно так сказать, в производстве идентичности, в котором, на самом деле, сильно Лев, а как он, действительно, мало и занимался, на мой взгляд. Сильно у него было некое пренебрежение этой вот задачи, как бы вообще некое пренебрежение к этой идее, какого-то идеала предъявляемого, ну, у конструктивистов все говорили про круг журнала Лев. Все это мне казалось таким упрощающим. И в этом есть некая, может быть, даже элитийская позиция своего рода. Но это отдельный разговор. И да, ну поэтому такой символ этого можно вспомнить здание МГУ, которое створяет собой эту идею знания. И поэтому, что это иерархическая ступенчатая организация, то, про что много раз говорили там, начиная с Паперного. Закончили эту предысторию. Теперь я прихожу уже, собственно говоря, к интересующей меня ситуации после Сталинской. Что происходит в этой ситуации с авангардом? С одной стороны, в искусство возвращаются некие ключевые мотивы, которые присутствовали в до-сталинском периоде. Например, можно вспомнить конструкцию, построенную Каличуком, у здания Курчатского института. Это, видите, такая сложная вращающаяся модель, модель атома. И, естественно, Каличук, вот я показывал эту выступку обмаху конструктивистскую, эта конструкция сделана Каличуком. То есть, здесь есть линия прямой преемственности. Но это произведение, он все-таки не претендует на полноценную конкуренцию с учеными в тот момент. То есть, он понимает, что он, как бы, заимствует какие-то идеи из науки, идеи, там, сопряженных конструкций, но он уже скорее мыслит себя как художник. Все-таки он уже возвращается на территорию автономии искусства. Эта модель атома – это некий образ. Это не является некой научной моделью атома, в прямом случае слова. Отсюда, как бы, ученый ничего нового для себя не узнает. И вообще, в принципе, про атом ничего не надо понять. Это некий образ. В отличие от этих конструкций конструктивистов. То есть, и возвращается автономия искусства. Или, например, там, художник Штейнберг, который писал даже письма Малевича, мысли себя продолжателем Малевича. Но даже Малевич, хотя Малевич, понятно, как бы, относительно по сравнению с конструктивистами, гораздо больше вступал за станковизм, такой консервативной ценностью автономии искусства, но даже Малевичу была, как бы, амбиция глобального переустройства мира. Штейнберг, он остается, как бы, всегда в рамках каких-то своих таких немножко утичных построений на леске бумаги, личной переписки с Малевичем и так далее. То есть, это, в результате, как бы, действительно есть некая попытка перешагнуть через этот тратоматический период сталинизма, наладить такие мазки. То есть, действительно, вот эти письма дорогой Казимир Севериновичу, такой странный этот жанр, личной переписки с Малевичем у Штейнберга, но при этом что-то оказывается утраченным, и, действительно, мне кажется, это вот... Изникает только парадокс, что, в таком случае, вся советская реальность мыслится не как в авангарде, неким объектом переустройства, и не то, что искусство преодолевает свои границы. И предлевается оппозиция искусства, культуры и жизни, а, скорее, наоборот, возникает вот эта идея, которая до предела довел уже Кабаков, то, что советская реальность применяется как некий объект искусства, как некий замкунцерб, собственно говоря, и опять-то, что идея очень популярная в кругу концептуалистов, ну, тот же самый Гройс, который, на самом деле, является, конечно, концептуалистом, на самом деле, и он как бы близок к этому кругу и по своему стилю мысли, в общем-то. Ну, и такой ранний пример этого — это Михаил Рогинский, его искусство «Красная дверь», и, действительно, с одной стороны, это попытка обращения к некой подлинности реальности, что вот эта вот идея того, что может быть радикально в перестроенные институциональные отношения, которое волновало людей 20-е годы, здесь уже оказывается невозможной, и, действительно, начинают работать в том числе критические художники с неким заданным форматом уже существующих разграничений, уже существующей сетки координат в эпохоне в советском обществе. Например, вот Комара и Меламид, которые берут этот формат лозунга и внутри него, буквально, работая с этим форматом, там, белые буквы на красном фоне, начинают совершать какие-то субверсивные действия, обнаружить некую пустотность, например, этого лозунга, совершать некие акты апроприации, там, подписывать стандартные лозунги своими именами и так далее, но эти акты апроприации, как же, например, «Красная дверь» Рогинского, это некие акты изъятия и, скорее, как бы, подчеркивания автономизации, подчеркивания искусственности реальности, а не ее трансформации. Или те же самые альбомы Капакова. Интересно, что он тоже берет, здесь важна его институциональная связка, что он работал в Дедгизе, вообще он был одним из очень успешных художников в советское время, перед всем в своем дальнейшем диком брюджании на Советский Союз, он был очень хорошо, кстати, встроен в эту систему, и его альбомы, вот эти вот серии констатистических альбомов, наверное, самые знаменитые из его ранних работ, они, понятно, ведут диалог с этой печатной продукцией, которой он сам занимался, так же, как его серия этих работ о жизни коммунальных квартир, они там, например, серия ответов экспертальных групп просто была очень маленькая, это решение не взял ее, взял эту работу, они играют с темой этих, с тем газет и вывезутся в коммунальных квартирах. То есть это, опять же, тема рефлексии советской реальности как в неком таком редимейдном объекте искусства, ну, понятно, как и вот этот туалет его знаменитый, где как бы вся уже реальность оказывается в рамке этого искусства. И здесь хочется подчеркнуть действительно эту институциональную связь, что то же самое, например, Монастырский, он тоже был работником культуры советской, он работал в библиотеке в свое время, и на самом деле вспомнить здесь про концепцию Юрчука в ненаходимости пресловутой, то есть о том, что на самом деле люди были погружены в эту сетку координат советскую, но при этом могли каким-то образом использовать ее, смещая ее внутри себя, но при этом воспроизводя некие ее формы. К искусству это очень хорошо применило, в том числе к искусству советского московского концептуализма, и, например, вот эта серия... Да, я сказал по поводу институционального аспекта, что Кабаков был вписан в эту сетку координата институциональную, при этом как-то смещал ее. Те самые коллективные действия, на самом-то деле, они даже воспроизводили в каком-то смысле своей иерархической структурой посвящения эту логику номенклатурную, например, об этом писал Осмоловский в своем тексте, ну как бы у него там были свои какие-то причины к критике, агрессивные, это такая борьба с предыдущим поколением, там, в 90-е годы, но он действительно верно обратил внимание, что сама структура коллективных действий, она иерархичная, структура посвящения, и это такое странное отзеркаливание специальных структур советской номенклатуры, структур посвящения также. И вот этот самый перформативный сдвиг, о котором говорит Юрчак, мне кажется, он очень прекрасно иллюстрируется с этими самыми лозунгами иллюстративно, то есть, действительно, о чем говорит Юрчак, что, допустим, голосование на Косомольском собрании, оно может становиться, его как бы смысл, его формула, его текст, его содержание этого сказания, настолько структуратизовано, настолько штампованно, что оно уже берется как некий, опять же, ready-made-ный блок, здесь опять же слово ready-made подходит, в принципе, как это восприятие советской реальности в этот момент, как, я пропустил оттепель, скорее говорю уже про эпоху так называемого застоя, оно становится уже как ready-made-ные блоки, и дальше, и вопрос того, как этим блоком перформативно пользуются, и вот эта подпись комаромеламид, подставленная под этими лозунгами, она является такой странной репроприацией этих блоков, и видите, что даже содержание этого блока уже действительно не важно, это очень похоже на то, как Юрчак описывает эту процентуру голосования на Косомольском собрании, которое является способом доступа к неким структурам вписанности в общество. И, интересным образом, вот здесь мне хочется перейти к вопросу о постмодернизме советском в этой ситуации, и уже перейти не только к сговору о неком как бы мрачном критическом состоянии дела в этой ситуации, но о неких как бы удивительным образом существующих здесь лакунах. Сам Юрчак пишет, что это неверная позиция типа свободы, несвободы, ложного и правдивого, и если как бы Кабаков тоже сам ее подчеркивал, на самом деле те же самые комаромеламид никогда в таких категориях не мыслили, это любопытно, что у них все-таки более тонкая позиция и даже на Астырского, потому что Кабаков, он такой, чем потом на Западе, особенно когда он выехал, он стал очень активно рассказывать, что это был мир лжи и так далее, и так далее, и так далее. Да, и любопытно, что вот это вот рамка идеологии внутри, рамка авторитетного дискурса окаменевшего, пользуясь терминой рычага, стабилизирующегося авторитетного дискурса, который остается, конечно, сталинизмом, и который не поддается некой рефлексии, то что дает некую рамку координат вообще, рамку существования человека, это можно найти ее в том числе и в работе Булата, вот как этот красный фон, на самом деле оказывается модернистским фоном, это некая такая модернистская абстракция, на фоне этих изображений фотореалистических. На самом деле, что мы здесь видим? Мы видим такую, поясе, постмодернистскую критику подлинности, некую эрозию идеи подлинности, как же на самом деле, как и в работах Комбра и Меломидыша, есть тоже некая эрозия подлинности высказывания, вера, вообще возможность подлинного, искреннего высказывания модернистской, которая при этом оказывается внутри, тем не менее, эта эрозия подлинности, в отличие от западного контекста, где постмодерним сначала некое растворение координат, здесь оказывается он оформленным некой рамкой этого самого авторитетного дискурса, даже в буквальном смысле, как это белое на красном формула или этот красный флаг на фоне этих таких странных изображений у Булатова. Более интересно, это на примере архитектуры даже, где на самом деле видно, как постмодернистская архитектура могла производиться из стандартных элементов стандартизированного домостроения модернистского советского. Например, вот Эритектор Шмаков построил детский сад в Ленинграде, его за это критиковали, но тем не менее, построить все-таки ему удалось, из стандартных элементов домостроения. Например, было два диаметра, стандартных диаметра размера колодца бетонного в Советском Союзе. И вот из этих двух диаметров он здесь сделал такие вот игривые пушки и так далее. Здесь все это стандартные элементы, которые просто в странных сочетаниях использовали. Или, например, пример архитектур Сомов в Великом Новгороде театр, он построил для того, чтобы построить такую играющую с темой средневековой крепости постмодернистское здание, для него были специально произведены и даже было перепроизводство стандартных элементов на заводе. Из-за того, что их перепроизвели, он даже... Тут чуть-чуть не видно. Вот здесь, видите, вымощена площадь оставшимися от производства этого театра элементами. То есть, на самом деле, опять же, здесь не только на уровне идеологическом, как и РЧК, на уровне экономическом мы видим, как это высказывание, некое нестандартное высказывание, производится из этих родимейных объектов, которые запущены некой сеткой налаженного производства и воспроизводства в том числе не только идеологического, но и экономического в этом обществе. И вот в том числе... Могу привести пример эти мозаики, которые исследовала Оксана Шаталова из Бишкека, и то, как они производились. Вообще в Советском Союзе часто была... За счет того, что была сетка координат, заданная вот этого домостроения, и часто работники строительных комбинатов делали эти мозаики. И что это возникало, это самое пространство для искусства, эти пространства, так сказать, ненаходимости, которые, пользуясь, опять же, членами РЧК, что внутри запущена эта система экономическая, возникали некие странные возможности для такого творческого высказывания. Ну, хотя можно вспомнить, что вот эту тему большого количества этих разных клубов такого творческой самодеятельности, ее опроприировал то же самое Арсений Жиляев, там у него была выставка Музей пролетарской культуры Татьяков, в институте выставил все эти выжигания по дереву, которые были популярны. То есть, с одной стороны, есть вот эта вот ригидная, довольно светка координат институциональных, с другой стороны, она создавая некую базовую социальную поддержку, создает возможность для возникновения неких специфических лакун, лакун как даже критических, там концептуализм московский, так и скорее нейтральных по отношению к идеологии, как там эти, допустим, детский сад, он не критичен, он не нейтрален, или даже скорее поддерживающих официальную идеологию, как, допустим, эти мозаики. Но некую кризисность этой формы... Хочу привести пример архитекта Леонида Павлова. Леонид Павлов, как раз, ученик ангардистов, и он, как раз, очень интересен с точки зрения экономической обусловленности этой ситуации, потому что он был одним из главных архитекторов выжигательных институтов. Как раз, вот то, о чем была сегодня речь у Алексея Радинского. Я покажу вам ЦМИ, Центральный комитетический институт в Москве его, и интересно, что некая кризисность этой ситуации связана, опять же, с сохранением некой сетки координат, идеологической, экономической, продолжающей развиваться по инерции и некой попытки обновления внутри нее, можно увидеть на примере его манифеста, который он написал после постройки уже этого здания, называется «Экстремая архитектура». По форме это такой стандартный, очень неожиданный для 70-х годов, когда архитектур был ополчемолчащий, манифест модернистский, но он весь построен на отрицании. На отрицании очень радикально. Например, архитектура нефункциональна. И это... Ученик, что архитектура нефункциональна, я, к сожалению, сейчас не буду зачитывать, времени мало, но я могу потом показать кому из детства. Это очень интересный текст. И, например, Анна Броновицкая, которая занималась исследованием Павла, она считает, что эта тезя, что архитектура нефункциональна была связана с тем, что в этом здании был запроектирован вот это один блок для людей, один блок для машин, и что блок для машин, он оказался не востребован в том виде, в котором имел в виду Павла, потому что здание оказалось долгостроем, из-за, опять же, уже начинающей стагнации экономики. И когда она была достроена, машина уже меньше в несколько раз. Или у него есть стадия, что архитектура нематериальна. И это тоже, как бы, считать его текстом, видно, что это связано вообще с кризисом понимания, хотя это модернистский, по-моему, манифест, с кризисом понимания модернизма, который центрирован скорее на образе архитектуры, как машины. А здесь возникает тема архитектуры, как некая носитель информационной технологии. И вот, на самом деле, этот кризис перехода, не совершившийся, перехода Советского Союза к информационным технологиям, к освоению информационных технологий, о которой так же сегодня была речь, который, в том числе, это, как бы, не совершившийся выбор благостроения конституционных реформ, как раз там после оттепеля, после золотой пятилетки этой, когда были разные варианты развития Советского Союза, и к кибернетизации это не произошло. Исследов Павлов, он является свидетелем вот этого совершившегося разрыва между продолжавшей существовать некой модернистской вот этой сеткой координат и неким ее наполнением. То есть вот этот разрыв, который Юрчак описывает как пространство ненаходимости, как перформативное смещение, у Павлова он набретает такой драматический накал, что это такой, с одной стороны, очень впечатляющая архитектура, наследующая, опять же, авангард, ранее он был учеником Леонидова и Ладовского, с другой стороны, кризисный. Вот это его манифест, абсолютно негативистский, апофатический манифест, немножко тоже напоминает пустые лозунги Комара и Меламида. И подытоживая, ну это довольно очевидный тезис, но хочется подчеркнуть, что вот этот разрыв, все-таки, с одной стороны, хочется сказать, что в поздний советский период официальные и неофициальные культуры были переплетены, поэтому они были, с одной стороны, неком единстве на самом-то деле, но при этом был разрыв, но есть только разрыв на два параллельных мира, я бы так сказал, есть только разрыв внутренний, смысловой, как того же Павлова. Павлов скорее как представитель такой официальной советской архитектуры, например, Комара и Меламид работали там одновременно в пионерологиях и делали там параллельно свои социалистские работы. Но разрыв смысловой, который связан как раз со ситуацией сталинистской, когда на самом-то деле были разведены, например, радикально разведены то, о чем я говорил изначально, эти функции низового самовыражения и некого управления сверху. Функция зласти совета, функция партийной власти, идея некой научности организации, идея незаводной организации, это очень функция передачи и коммуникации на самом-то деле, были разведены как некая функция налаживания связи внутри общества и некая функция трансляции идентичности, которая оказалась сведена к трансляции ритуальных неких формул, присягание верности идеалам революции, идеалам ленинским и так далее. Те функции как-то перемешивались в авангарде, в том числе за счет радикальной перестройки музеев, которые пытались быть мобилизованы и так далее, в сталинизме все эти вещи вернулись на свои круги, и, действительно, это как бы обращение к сталинистской травме, на самом деле оно возникает так или иначе у всех, и предъясненно, у моих авторов в той или иной форме, но даже у Павлова есть странные такие терминесценции к классической архитектуре, как он внутри куба модернистского находит классическую капитель, и как бы в этом есть такая двойственность. Или там то же самое Гройс, который обращается к сталинизму неспроста, и там те же самые авсоциалисты, которые постоянно бредят образами сталинского Советского Союза, а не какого-либо другого. Извините, это немножко сумбурно, просто времени мало. Спасибо. Продолжение следует...